Удобство для водителей и пешеходов. На улице Пушкарёва ремонтируют дублирующий проезд протяжённостью 700 метров. Движение плотное. В этом районе живёт много людей и находятся магазины. Ремонт был необходим. Сейчас большая часть работ уже завершена. В данный момент завершены все работы по устройству проезда. Асфальт-бетонного покрытия осталось буквально несколько съездов. Полностью установлен борт камень. На процентов 90 установлен поребрик. Сейчас доработки идут. И приступим к асфальтированию тротуара. Не забыли и про безопасность. Вдоль дороги установят уличное освещение, заменят светофоры и нанесут дорожную разметку. Закончат 15 сентября. После чего специалисты приступят к благоустройству близлежащих территорий, уборке строительного мусора, озеленению дорог. Кроме этого участка по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за строительный сезон в Ульяновске планируется отремонтировать 13 объектов. Общей протяжённостью 11 километров. На 11 участках уже идут работы. Стоимость 500 миллионов рублей, которые пойдут и на улучшение безопасности. Работы у нас ведутся не только по замене самой проезжей части, верхнего слоя асфальтово-бетонного покрытия, так называемого защитного. Но и на каждом участке ведём работу по безопасности дорожного движения. Установка знаков, перенаграждение, нанесение дорожной горизонтальной разметки. Важно не только создавать хорошие условия для водителей, но и следить за исполнением ПДД. Центр организации дорожного движения проводит агитационные мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения среди школьников и дошкольников. Но основной вид деятельности – внедрение интеллектуальных транспортных систем и развитие существующей системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения. Сейчас в Ульяновской области функционирует 370 камер, а 1 июня на тестовом участке появилась система, фиксирующая отсутствие ремня безопасности. Специальное техническое средство, сначала основываясь на искусственном интеллекте посредством алгоритмов, фиксирует это правонарушение. Дальше оно попадает, собственно говоря, к нам в Центр организации дорожного движения, в отдел предобработки. Все операторы, которые там находятся, они проверяют признаки нарушения. И если они есть, то отправляют дальше на предобработку в ЦАФАП ОМВД ГИБДД. На текущий момент в Центр поступило 10 тысяч правонарушений из-за отсутствия ремня безопасности. Искусственный интеллект, так же как и человек, бывает совершает ошибки. На этот случай сохраняется запись, по которой можно детально рассмотреть ситуацию. Все эти меры позволят снизить количество ДТП и сохранить жизни граждан. Никита Лунин, Сергей Рябухин, репортер 73. Субтитры сделал DimaTorzok